Наша коллега Вика Лазарева находится на мастер-классе по изготовлению игрушек из фетра. Интересно посмотреть, что у нее получилось на этот момент. Вика, еще раз доброе утро. Не устаем тебе об этом говорить. Показывай, что ты уже успела смастерить. Ребят, ну, собственно, вот. Обещала, делаю своими руками к мероприятию, которая состоится в пилоте в пятницу, в эту пятницу, 2 марта. Мероприятие будет называться «Подарки своими руками участникам 29-й Всемирной зимней универсиады 2019». И здесь пройдет мастер-класс, в том числе касаемо новых технологий. И вот под чутким руководством Алексея Великородного, сотрудника детского технопарка «Кванториум», пройдут несколько мастер-классов. Алексей, доброе утро. Расскажите пару слов буквально, какие мастер-классы будут, и вот чем это я сейчас таким интересным занималась. Доброе утро. Дети будут проходить два мастер-класса. То есть это сборка вот такой вот замечательной часовни одного из символов Красноярска. Часовня сделана при помощи лазерного станка. То есть дети будут собирать полностью такую часовню и будут делать поделки при помощи 3D-ручки. То есть поделки будут сделаны из пластика. То есть различные символы универсиады. Ну, там, горнолыжник, сноубордист. Ну, вот такие вот вещи. Тоже повыбираем, кто круче. Конечно. Лыжник или сноубордист. Спасибо, Алексей. Ну, вот про само мероприятие. Анастасия, подходите ко мне. Анастасия Евгеньева, руководитель этого самого проекта. Она мне сейчас расскажет поподробнее, что же будет здесь происходить, как сюда попасть и куда еще можно будет принести игрушки, сделанные своими руками. Здравствуйте, доброе утро. Действительно, здесь 2 марта в 11 часов начнется мастер-класс по изготовлению таких прекрасных 3D-снежинок и сборки. И, конечно, если вы живете в Красноярске и хотите, чтобы на универсиаде жители города проявили свое дружелюбие, то вы можете приносить свои подарки, сделанные своими руками, в три точки. Это волонтерский центр «Доброе дело», «Веста» и «Вектор». Телефон 205-2019. Вы можете звонить, уточнять по нему всю информацию и, конечно, приносить свои подарки, показать свое дружелюбие гостям нашей универсиады. Сколько уже участников приняло, собственно, участие? Мы уже собрали около 500 подарков, а планируем собрать 8 тысяч. Ну, разумеется, каждому участнику универсиады. Расскажите, по каким техникам уже прошли мастер-классы? Мы делали картины из шерсти, как показывали уже. Делали снежинки в технике стринг-арт. Давайте покажем. Да, стринг-арт — это когда на панно вбиваются гвоздики и натягиваются ниточки. Очень красивые получаются у нас картинки. Да, действительно, очень красивые. Также мы делали игрушки из ветра, такие небольшие сибирские, там, варежки, оленяты и так далее. Какие еще мастер-классы планируются? В этом году мы планируем провести порядка 30 мастер-классов. Они все будут в разных техниках. Подготовим для вас много чего интересного, чтобы жителям города было интересно и приятно принимать участие в таком проекте. Сколько экземпляров планируется выставить именно в пилоте? Вообще у нас будет тут выставлен стенд как раз 2 марта, к чему мы привязываем наш мастер-класс. И мы выставляем стенд лучшие работы, которые собраны уже и которые мы изготовим 2 марта. Спасибо большое. Принять участие, собственно, в подготовке универсиады может любой горожанин, любой житель края. Просто нужно принести игрушку по трем местам, которые Евгения сейчас... Анастасия Евгеньева, прошу прощения, озвучила. Приходите, примите участие из Сибири с любовью, что я могу еще сказать. Ну, а я продолжаю делать поделку своими руками. Студия, вам слово. Вика, спасибо большое. Теперь мы знаем, как можно приобщиться к универсиаде, куда нужно прийти. Ну, это же здорово, что каждый человек может стать вот чем-то одним из этого большого-большого праздника для нашего... Внести свой маленький вклад в большой дел. Да, маленький вклад в большой команде всех тех, кто готовит универсиаду 2019 года. А Вика, тебя обязательно ждем в редакции уже с готовой игрушкой. Да, мы должны ее оценить.